Друзья, сейчас мы рассмотрим такой свип, когда человек полностью вас раскатал, взял захват кроссфейс, то есть рукой за шею, и захват рука снизу, то есть underhook. И у него есть вот этот вот захват, который лишает меня мобильности, я при этом раскатан на спине. Оттуда все равно есть варианты контратаки, оттуда можно уйти и в принципе получить 2 балла за это. Первая техника, шутки ради, мы ее в свое время с Мишей назвали Макс Корвалил свип. Ничего личного Макс, ну вот просто так получилось, что ты был одним из первых, кто мне попался. Ну вот такая ситуация, когда я проигрываю вот это положение, да, моя нога уходит туда, соответственно, мой оппонент охватывает мне шею, охватывает мне захват под руку, и у меня здесь нет никакой мобильности. То есть я не могу нормально выйти тазом, потому что у меня вот это плечо прижато к полу, да, соответственно, я не могу полностью установить хавгард, особенно когда здесь хорошее давление. Что я делаю? Со стороны, где он охватывает мою шею, я достаю лапелл, плотно вытаскиваю его, спокойно передаю вот в эту руку, причем с хорошим натяжением. Почему я это делаю? Мне нужно показать Саше, что я буду переворачивать его в ту сторону, то есть я создаю как бы видимость атаки в ту сторону. Правая рука будет брать захват за штанину в районе колена. Я ему полностью показываю, как будто я хочу его на силу в ту сторону перевернуть, но при этом я прекрасно понимаю, что у него свободна правая рука, да, и он может ее поставить в пол. Это, в принципе, та реакция, которая мне нужна. И вот когда он поставит руку в пол на противоходе, я своей правой рукой его колено выбираю под свое колено, под свой таз. И вот этой рукой я делаю вот такое движение, при этом не отпускаю лапелл. То есть я его запускаю в другую сторону, показываю сюда, и дальше в обратную сторону. И оказываюсь, в принципе, в азиотичном положении. То есть у меня захват за штанину, захват за лапелл. В принципе, я могу идти сразу же сюда, и он может на мне дарить этот свик. Очень удобно. Друзья, поскольку после свипа я оказываюсь в точно таком же положении, как и мой партнер до этого, в принципе, для отработки это идеальный оттенок. То есть он может руку так переворачивать, пока зал не кончится, или пока ваши силы вас не покинут. Ребят, здесь очень важно. Вы должны реально сымитировать атаку в, ну, скажем так, в неправильную сторону, да, в сторону, которую он будет защищать. То есть вы показываете реальную атаку. Вы должны спровоцировать его, поставить руку. Вы открываете лапелл спокойно. Тут главное не суетиться, потому что когда вы суетитесь в такой позиции, как раскатанный хабгард, шансы, что вас просто пройдут, пока вы там дергаетесь, они возрастают. Поэтому вы просто плотно держите ногу человека, чтобы он никуда не сбежал. Спокойно открываете лапелл, натягиваете его, передаете за головой плотное натяжение, да, чтобы человек чувствовал, что вы реально хотите его в ту сторону перевернуть. Берете захват за ногу и прям вот как будто на силу хотите его перевернуть. И вот в момент, когда он поставил руку, вы делаете полностью противоположное действие, полностью противоход. То есть вы делаете небольшой мост рукой под свою ногу, как бы убираете его ногу. И вот эту руку, которую держали лапелл, по сути дела вы делаете движение, как вот на отработке, похоже на вот это вот, на мост. И тем самым вы человека дисбалантируете в другую сторону с очень хорошим шансом перевернуть его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok